Истребители F-16 дадут Украине преимущество в воздухе над оккупированными территориями. Об этом заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Дания и Нидерланды с согласия США могут передать Украине в общей сложности до 61 истребителя этой модели. Это случится, когда украинские авиаторы закончат подготовку. По словам Юрия Игната, цитата уже очевидна, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 осенью и зимой. Подробнее в материале. Президент Украины и премьер Дании в кабине истребителя F-16. Этот образ предсказуемо попал на первой странице газет. Копенгаген готов стать лидером в поставке этих ударных самолетов Киеву. С самого начала войны Дания поддерживает вас. И это относится ко всем датчанам. Потому что мы знаем, что ваша свобода – это наша свобода. Мы также знаем, что вам нужно больше. И поэтому сегодня мы объявляем, что подарим Украине 19 истребителей F-16. Вместе с Нидерландами мы являемся первой страной, взявшей на себя твёрдое и конкретное обязательство по безвозмездной передаче западных истребителей. И мы надеемся, что теперь и другие последуют этому примеру. Владимир Зеленский написал в своём телеграм-канале, что Нидерланды поставят ещё 42 F-16. Премьер-министр этой страны уточнил. На данный момент у Нидерландов есть 42 F-16. Из этих 42 самолётов нам нужны самолёты для обучения в Дании, а затем и в Румынии. И, конечно же, мы смотрим, сможем ли мы поставить все оставшиеся самолёты. Или нужно ещё что-то сделать для их обновления. А может быть, это невозможно. Поэтому точную цифру я вам дать не могу. Но мы исходим из того, что на данный момент у нас в стране на складе ещё 42 F-16. Но я опять же с тем фоном, который я упомянул. Так или иначе, Нидерланды отдают все свои F-16 на дело украинской победы. Обучение, о котором упомянул премьер, сейчас проходит на датской авиабазе «Скритструп». Там сейчас 70 украинских пилотов и инженеров получают навыки работы с F-16. Позже учебный центр будет открыт также в Румынии. На саммите НАТО в Вильнюсе был подписан меморандум о создании коалиции по подготовке украинских авиаторов для работы с F-16. Его подписали 11 стран альянса. США продают истребители F-16 с условием, что для передачи их третьей стране покупатель должен получить согласие страны-производителя. В пятницу США официально дали такое согласие. Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенных Штатов как поставкам боевых самолетов F-16 в Украину, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами. Почему так важны F-16? Украинские журналисты в эфире телемарафона напомнили спикеру воздушных сил ВСУ Юрию Игнату его слова о том, что истребители F-16 способны изменить ход войны в Украине. F-16 способен изменить ход событий, способен обеспечить нам то, что нам необходимо сейчас больше всего. Больше всего нам необходимо превосходство в воздухе над оккупированными территориями. Прямо сейчас там каждую секунду находится примерно 8-9 российских истребителей, которые сбрасывают управляемые бомбы, пускают ракеты. С F-16 они не смогут это делать. Историк и авиаконструктор Марк Солонин объясняет, почему американский истребитель F-16 превосходит ударные самолеты советского производства. Теперь воздушный бой с использованием современных последних модификаций F-16 выглядит так. На дальности 160-180, если не больше, обнаруживается российский истребитель. При этом он совершенно даже не понимает, что его кто-то обнаружил. Ну, минуту еще мы тратим на то, чтобы определиться, принять решение, выбрать приоритетные цели, нажать или не нажать кнопку. За эту минуту мы еще сблизились, ну, там километров на 20-30, ничего страшного. Российский истребитель по-прежнему нас не видит. После чего мы запустили 8 Амрамов по 8 российским самолетам. Мы чувствуем, что он хорошо выполнил долг, развернулись и полетели назад. С высокой вероятностью 8 целей будут сбиты, а российские пилоты даже не успеют понять, что произошло. По словам Марка Солонина, есть еще одна причина, по которой Украине нужны F-16. МиГ-29 их попросту больше нет. Украина их не производит, а бывшие страны Варшавского договора отдали все, что у них было. По словам спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина сможет получить F-16 не ранее весны. По его словам, чтобы полностью заменить старый авиапарк и получить преимущество в воздухе, Украине нужны 128 истребителей. Игорь Синякевич, Белсат. Давид Шарп, военный обозреватель из Израиля, к нам присоединяется. Давид, добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Несколько минут назад в эфире у нас прошел материал о истребителях F-16. В частности, одно из мнений, которое там прозвучало, это мнение историка и авиаконструктора Марка Солонина, что теперь воздушный бой с использованием современных последних модификаций F-16 будет выглядеть так. На дальности 160-180 км, если не больше, обнаруживается российский истребитель, который совершенно не понимает, кто его обнаружил. На минуту мы тратим на то, чтобы определиться, принять решение. За эту минуту приближаемся еще на 20-30 км. Российский истребитель нас не видит. Мы выпускаем 8 Абрамсов по 8 российским самолетам, после чего с чувством выполнено долго, развернулись и полетели назад. Гладко очень выглядит на бумаге. Насколько все-таки в действительности F-16 могут изменить ход войны и в чем их преимущество перед российскими МИГами? То, что вы процитировали, по крайней мере, я не слышал и другого контекста, это слишком гладко для реальности. И для той реальности, которая ждет украинских пилотов, это более чем гладко. Это, знаете, история такого рода, скорее, смахивает на компьютерные игры. Реальность, конечно же, такой не будет. И в том числе по самым объективным причинам. Во-первых, начнем с того, что современные многочисленные ВВС западного типа – это огромный механизм. Это тут не просто несколько или даже несколько десятков самолетов. Это слаженный механизм, включающий не только истребители, но, скажем, и другие средства, которые бы помогли улучшить ситуацию и которых, например, у Украины не будет. В частности, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или, например, самолеты-заправщики. Самолеты F-16, которые получат Украину, будут не самой современной модификацией, хотя и вполне солидного уровня. И главное в этом не самом современном аспекте – это их радар. Радар – это своего рода мозги, глаза самолета одновременно, если можно провести такое сравнение. Так вот, они будут не самые лучшие. Если не произойдет попытка либо поставить самые новые модификации, но у датчан и голландцев их нет, а это, по всей видимости, возможно, будет только на более позднем этапе, либо срочно модернизировать те, которые собираются поставить датчане и голландцы. Поэтому речь идет о самолетах, которые, хоть и будут видеть россиян заметно дальше, чем это было видно Мигом-29 и Су-27 нынешним, которые есть у украинцев. Однако и россияне будут их видеть тоже. И здесь о каком-то колоссальном преимуществе во всем, что касается радаров этих самолетов нет. Тем не менее, это важнейший шаг вперед для украинских ВВС и вообще для украинских вооруженных сил, и важнейший шаг для этой войны. Во-первых, начало строительства, практическое начало строительства современных ВВС западного типа, переоценить это невозможно, этой меры. И далее мы приходим к тому, а что могут на линии фронта, и не только на линии фронта эти самолеты. Ф-16 даже вот этого вот типа МЛЮ, то есть те, что прошедшие, называют этап серьезной модернизации и капитального ремонта цикла середины жизни ВВС западноевропейских стран, гораздо эффективнее советских МИГ-29 и Су-27, стоящих на вооружении Украины. А там речь идет об откровенном старее. Как во всем, что касается воздушного боя, то есть работы по воздушным целям, истребителям, вертолетам, а также, что очень важно, крылатым ракетам и беспилотникам-самоубийцам. То есть то, с чем Украине приходится бороться, в том числе и в тылу собственном. И, конечно же, они гораздо более эффективны против средств ПВО противника, для нанесения ударов высокоточным оружием с большой дистанции, например, по обычным наземным целям. И, наконец, если будет соответствующее оборудование в противокорабельном варианте. Но здесь очень многое упирается в количество. Украинцы, по всей видимости, пройдя полугодовой цикл обучения, плюс-минус ближайший, получат не очень много готовых пилотов. Цифры, по всей видимости, сегодня говорят о 70, которые будут обучаться в Дании. Но, я так понимаю, 70 – это не пилоты, это в том числе и разного рода другой персонал. Пилотов, насколько я понимаю, меньше. А пилотов должно быть больше, чем самолетов, чтобы энное количество самолетов эффективно использовалось. Десяток другой самолетов на первом этапе – это будет важный инструмент. Однако это не то, что принесет коренной перелом войне. Это все должны понимать. Однако возможности украинцев повысятся. И повысятся они по… Я еще раз подчеркну. Во всем, что касается борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками, на линии фронта российские истребители, наносить штурмовики и вертолеты, наносящие удары по украинским позициям, хотя они весьма неэффективны и, как фактор, они, пожалуй, третистепенны, будут чувствовать себя гораздо более неуютно. И будут реже туда подлетать. Это тоже облегчит жизнь украинским военным на земле. Причем как в наступлении, так и в обороне. И, наконец, удары. Удары высокоточными бомбами. Например, я приведу бомбу СДБ весом несколько, более 100 килограмм. Может сбрасываться самолетом Ф-16 с дальности 110 километров до цели. Это, конечно, идеальная цифра по дальности и требует неких параметров, высотных и других. Но это пример, когда можно поразить, не заходя в зону, где самому самолету Ф-16 серьезно угрожают вражеское ПВО или вражеские истребители. Можно поразить наземную цель. И это будет очень существенным плюсом для украинцев. А вот когда украинцы наберутся еще и опыта и плюс смогут обучить вторую и далее партии пилотов, то есть и не только пилотов, но и наземного персонажа, тем самым еще и увеличить численность своих Ф-16, тогда ситуация продолжит улучшаться. Коренным важнейшим вопросом во всем этом является, какое оружие, какие системы вооружения будут в итоге поставлены к этим самолетам. Если будут новейшие системы или, скажем, довольно новые, в том числе по первой главной системе воздух-воздух, например, дальностью 180 или хотя бы 120 километров, есть ракеты такого рода. То же касается и высокоточных бомб и, например, противокорабельных ракет, то украинцы получат серьезные козыри, но если нет, то тогда ситуация будет обстоять хуже. Вот, кстати говоря, буквально пару минут, давайте еще на эту тему поговорим. Мы видим, что часто, опять же, когда что-то обещают, вроде бы на словах получается хорошо, когда доходит уже дело до передачи, например, какой-то техники или снарядов, то с этим сложнее. Как вы считаете, могут ли возникнуть проблемы действительно с передачей непосредственно снарядов для самолетов? С чем здесь могут украинцы столкнуться? На мой взгляд, ну, во-первых, украинцы уже столкнулись, украинцы и их союзники, я не знаю, что тут было причиной, столкнулись вообще с проблемой задержки начала процесса обучения. Само принципиальное решение было принято давно, и только вот сейчас, давно, если я считаю, 8 мая, только вот сейчас начался плю, или вот-вот начнется процесс обучения пилотов. Это как один из примеров. По поводу передачи оружия, конечно же, важны принципиальные решения, в первую очередь, американцев, это от них во многом зависит, и препятствием могут быть те или иные соображения секретности. Например, ракета «Воздух-воздух» последняя и наиболее эффективная, ракета «Амрам» модификации «Ди», это ракета дальностью 180 километров. Например, по поводу ее передачи украинцам у меня существуют сомнения, не только у меня. Ее до сих пор передавали только ближайшим союзникам. Возможно, передадут, возможно, нет. Если нет, то тогда будет, например, ракета, скорее всего, модификации «Си-7», которая бьет на 120 километров и в целом менее эффективно. Вот вам пример соображения секретности. Ну и, естественно, то или иное, в общем-то, решение, оно всегда политическое. Передача оружия зависит от «Белого дома». И здесь, конечно, я бы все же ожидал того, что американцы решат передать большую часть обычного наименования перечня вооружений, который несет «Ф-16». И это было бы очень сильным подспорьем украинцев. Давид, спасибо вам большое за комментарий. Думаю, что мы еще неоднократно к этой теме вернемся. Давид Шарп, военный обозреватель из Израиля, был в нашем эфире.